Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решил посетить национальную библиотеку, посмотреть, что здесь есть. И также знаю, что вот там вот сверху есть обзорная площадка, с которой открывается хороший вид на город. Здесь просто огромнейшая территория, и здесь очень прикольно и красиво. А там дальше железнодорожный музей, который я, возможно, позже посещу. Короче, друзья, давайте зайдем и посмотрим, что здесь внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, друзья, здесь очень красиво. Я вот сейчас на 11 этаже, можно подняться на 12. Вот здесь вот, по вот этой лестнице. Очень красиво, только один минус. Здесь вот это вот стекло покрыто такими точечками. Поэтому, ну, как бы видно, то хорошо, но на фотографиях и на видео они слишком видны. Поэтому я надеюсь, что вам нормально видно. А так довольно-таки неплохо. Поэтому всем советую себя сходить. Кстати, вход бесплатный. И когда вы будете себя подниматься, вы можете еще попасть на какие-то либо выставки и вообще. В самой библиотеке очень красиво. Поэтому почему бы и не сходить? Я рекомендую. Для тех, кто хочет размять немножечко свои костки, то можно спуститься с 11 этажа на первый пешком. Ну и также подняться. Хотя, хотелось бы отметить то, что я здесь один спускаюсь, ну и поднимаюсь тоже. Потому что все пользуются лифтом. Ну, это, конечно, удобно. Но автоспортом будут заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok Решил сейчас от библиотеки пешком перейти через мост. Там уже на другом берегу меня будет ждать старый город. И я решил, почему бы и нет. Поскольку погода позволяет, можно пройти и посмотреть на вот эти красоты. Посмотрю в интернете, я узнал, что в Риге есть очень много разных обзорных площадок. Например, вот там вот телевизионная вышка. Потом вот здесь, на вот этом вот шпиле. Вот там вот в Академии науки, или как она называется точно. Потом вот в Шведбанке. И еще где-то есть. Короче, много разных мест, где можно с высоты посмотреть на город. И это не может не радовать. Сейчас вот вышел на набережную. Когда прошел мост, то сразу вот спустился. Очень красиво и невероятно круто. Я советую всем, кто будет здесь в хорошую погоду, то вот так вот пройтись. Потому что здесь очень круто. А еще я знаю, что где-то вот там, если идти дальше-дальше-дальше, будет скейт-парк. Который бы я тоже хотел посмотреть. Поскольку в Украине, как вы знаете, очень плохая ситуация с скейт-парками. Их попросту нет. А мне хотелось бы посмотреть, в каком здесь они состоянии. Хотя, то, что я сейчас без велосипеда, я думаю, мне там даже будет как-то грустненько. Но зато я хотя бы посмотрю на скейт-парк. Несмотря даже на то, что я там не смогу покататься. Скейт-парк находится вот здесь. На таком вот красивом месте. Я просто здесь всю жизнь катался. Вы что, прикалываетесь? Вода, и ты здесь катаешься, наблюдаешь каждый день вот эту вот красоту. Мне очень жаль, что у меня здесь нет велика. Я бы здесь говорю, я катался бы здесь каждый день просто. Сейчас посмотрим, какие там есть фигуры. И в каком состоянии парк в целом. Но мне кажется, что в хорошем. И это будет просто топ. Все, я дошел к парку. Вот такой вот он, изрисован весь. Но посмотрите. Здесь, правда, почему-то мокро. Я думаю, что это из-за того, что здесь вчера вот снег был. А так, я думаю, что здесь сухо. Вот такой вот пул есть. Один чувак только катается. И парк пустует полностью. А, нет, еще один. Ну, место очень крутое. Я бы говорю, я здесь просто каждый день катал. О, чувак на BMX есть. Вот есть граньки такие. Но он почему-то весь мокрый. Я пока не знаю, почему это. Надеюсь, что здесь так не постоянно. Но так вот, смотрите, разные граньки есть. Дробчики. Поэтому здесь можно нормально таки развлекаться и нормально прыгать. Нужно будет посмотреть еще, какие здесь есть парки. Но я думаю, что это один из неплохих. Кажись, я уже говорил в своих видео, что погода в Латвии очень переменчива. Вот вам наглядный пример. Смотрите, вот что здесь происходит. А что происходит вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. И вот это небо может затянуть вот эту часть буквально, я думаю, минут за 20. И будет уже вот такая вот погода. Ну вот и все. Это видео подошло к концу. Если вам понравилась такая пробка со мной, то ставим лайки. Подписываемся на канал. Включаем колокольчики. Вы знаете все сами, что делать. Всем спасибо и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok